Полгода прошло с тех пор, как российские власти сократили количество проверок малого бизнеса. Но чиновники урезать себе полномочия не спешат. Предприниматели жалуются. Современные ревизоры выписывают им многотысячные штрафы, пользуясь лазейками в устаревших законах. Тему продолжит Юрий Кораблёв. Бизнес в России испытывает неразумное, избыточное надзорное и контрольное давление. Поэтому для настоящего рывка экономики нужно их резкое ослабление. Об этом ещё в январе этого года говорил премьер Дмитрий Медведев. Он тогда приводил пример приготовления омлета в кафе. Глава правительства очень удивился, что это блюдо должны делать строго по правилам. Не дай бог, не та толщина штрафа заведению общепита не избежать. При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 сантиметра. Глава правительства ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности. Но таких абсурдных и, казалось бы, уже странных требований, в общем, предостаточно. Надо просто что-то с этим делать. Подобных норм в России 2 миллиона. И львиная доля из них устаревшая. До конца года все ведомства должны найти все старые требования и составить новые списки. Но вот уже прошло полгода с тех пор, как в стране анонсировали регуляторную гильотину. То есть отмену излишних проверок бизнеса и требований к нему. Но чиновники рубить себе полномочия не спешат, говорит президент Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффи. Что касается правил, там, все, ну, с кафе, там, с ресторанами, с другими видами деятельности, то их такое дикое количество, что их вообще, по-моему, уже никто не знает. Конечно, это разгребать надо очень жестко и, по возможности, быстро. Но пока механизма такого вот разгребания пока никто еще не придумал. И, безусловно, есть очень серьезное сопротивление разных ведомств, которые, с одной стороны, просто не хотят этим заниматься, им это неинтересно. А, с другой стороны, не хотят иметь эти рычаги, которые могут привести к давлению на бизнес. Один из передовиков по различным правилам для общепита – Роспотребнадзор. Ведомство представило новый проект Санпины еще в апреле. Эксперты сразу увидели саботаж. Да, ведомство убрало самые одиозные требования. Ну, например, больше не обязательно мыть посуду веторшью, а овощи ополаскивать в уксусном растворе. Но в остальном требования сохранились без изменений. Документ подходит для больших советских столовых, а не для современных кафе и ресторанов. Отмечает ресторатор, руководитель агентства Рестконсалт Сергей Миронов. Надо иметь сегодня в ресторане три яйцемойки. Яйцемойки – это отдельное помещение, три отдельных помещения надо иметь. Санврачи, приходя, просто закрывают на это глаза, потому что норма идиотская. Проблема несоблюдения норм Санпина – это не штраф. Проблема – это возможность приостановки деятельности на 90 дней, что если применят уничтожить ресторан. Если вы откроете нормы Санпина, то 90% норм абсолютно идиотские, устаревшие морали. Жестко зарегулирована и медицина. Ну, вроде бы правильно, со здоровьем не шутят. Но некоторые нормативы написаны еще в 1935 году. И даже те, что приняты позднее, рассчитаны на государственные клиники, а не на частные. Прописано все – метраж кабинетов, ширина коридоров, стандарты оснащения, говорит владелец одного из частных медицинских центров. Например, кабинет должен быть не меньше 20 квадратных метров. Зачем столько удивляются предприниматели? Современное оборудование компактное, а бизнесмену лишнюю аренду платить. По словам предпринимателя, самая абсурдная норма – в кабинете урологии должно быть 7 кушеток. Никто из частников его не придерживается. Те, кто занимаются бизнесом, винят во всем палочную систему. Проверяющие обязаны выполнить неписанные нормы. Есть четкая задача – прийти и оштрафовать. И даже есть расценки. Например, у налоговиков. Если оборот компании 100 миллионов, штрафов должны найти на 1 миллион. Объясняет один из крупных предпринимателей. Ранее президент Владимир Путин выступил с радикальным предложением. С 1 января 2021 года прекратить действия всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля и надзора и за оставшиеся два года полностью обновить эту базу. Правительство же предложило пересмотреть требования до 1 февраля 2020 года. Сегодня я хочу рассказать вам о том, на что необходимо обратить внимание при покупке готового бизнеса. Речь пойдет о мелкой розничной торговле через торговые точки в торговых центрах. Покупать готовую торговую точку может быть выгоднее, чем открывать ее самому с нуля по нескольким причинам. Вложение. Готовый бизнес может стоить дешевле себестоимости его создания с нуля. Часто собственники продают бизнес, потому что им просто нужны деньги. Тогда готовый бизнес можно купить в 2-3 раза дешевле его рыночной стоимости. Лучшее время для покупки готовой торговой точки – это лето. Если вне сезона торговая точка приносит прибыль, она точно будет приносить прибыль и в другое время года. В хорошие торговые центры попасть сложно. Это целый процесс, который может затянуться на месяцы. Покупая готовый бизнес, вы автоматически проходите этот этап и как минимум экономите время. Независимо от того, насколько успешной была торговая точка, которую вы покупаете, у нее всегда есть определенное количество постоянных клиентов. Если вы покупаете готовый бизнес, этих клиентов вы получаете автоматически. Есть две причины, по которым бизнес продается. Собственник слишком вырос для этой деятельности и ему действительно некогда этим заниматься. Или бизнес не приносит доход. Второй случай встречается намного чаще. Будьте готовы к тому, что собственник будет говорить вам о том, что он уезжает за границу, у него есть другой бизнес и прочее. Но причина одна – бизнес работает в минус. При этом при продаже бизнеса вам могут предоставить отчеты о прибыли за несколько лет. Но, как вы понимаете, такие отчеты можно легко, что называется, нарисовать. Поэтому некоторые профессиональные покупатели торговых точек вообще не запрашивают у собственника отчетных документов. В реальности нужно обратить внимание на следующее. Ассортимент на торговой точке – это самый яркий показатель ее успешности. Если ассортимента очевидно недостаточно и заметно, что собственник экономит на закупке, а на витрину выставлен старый товар или его мало, это прямо означает, что бизнесу не хватает оборотов. Если же с товаром все в порядке и витрина заполнена, договоритесь с собственником о том, чтобы выйти с ним в смену на пару дней. Проведите на точке пару дней, чтобы оценить потенциал ее прибыли. Если собственник против вашего присутствия, это прямой сигнал, что прибыли не будет. В таком случае найдите кафе напротив, проведите в нем день и посчитайте количество покупателей. Умножьте на сумму среднего чека, и вы получите близкие к реальности данные о выручке, приобретаемой торговой точке. Очень часто заявляемые изначально данные на порядок отличаются от реальных. Найти продающиеся торговые точки вы можете на сайтах объявлений Авито и ЦИАН. Будьте готовы вложить в торговую точку после ее покупки еще примерно 20-30% ее стоимости на всякие незапланированные расходы. В следующей программе мы расскажем о нескольких нишах бизнеса, где низкая конкуренция, высокий спрос и есть потенциал быстрого роста. Надеюсь, это было полезно. Теперь займемся своим делом. Экономисты и социологи бьют тревогу. Численность среднего класса в России стремительно сокращается. Еще пять лет назад в этой категории было 37% населения. Сейчас уже 30%. Доля середняков в совокупных доходах россиян упала с 50% до 40%. Таким результатом пришли сотрудники Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка. Но прежде чем о среднем классе говорить, давайте определимся, кто эти люди. Прежде всего, это наиболее экономически активная категория населения. Люди, которые стараются максимально улучшить свои потребительские стандарты, говорит автор исследования, главный экономист Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталья Орлова. Концепция среднего класса, она пришла все-таки из западных стран, да, из развитых. Это люди, которые покупали квартиры в кредит, покупали машины, они путешествовали. То есть они как бы улучшали качество своей жизни. И концепция среднего класса почему вообще в мире такая важная? Потому что когда происходила глобализация международной капитала, они двигались из развитых стран в развивающиеся, они старались, так сказать, понять, какова численность вот этого динамичного класса в разных странах. Это маркер роста и потенциала, да, даже сказал некоторого аппетита к употреблению. Есть много методик определения среднего класса. У авторов исследования своя, учитывающая главным образом доходы и склонность к приобретению предметов длительного пользования, ну, например, автомобиля. Не вдаваясь в экономические и социологические дебри, отметим, что в середняки попали те, кто зарабатывают от 40 тысяч рублей до 90 в месяц. Так вот, оказалось, что в последнее десятилетие доходы именно этой категории стоят на месте или даже снижаются, в то время как у бедных и богатых слоев они немного выросли на 4 и 10 процентов соответственно. Еще одна тревожная тенденция – средний класс начал уходить из бизнеса в государственный сектор. Если в 2003 году на госслужбе работали 10% глав домохозяйств-середняков, то по итогам 2017-го уже 15%. Связано это с тем, что деньги сейчас есть только у государства, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Если люди хотят хорошо зарабатывать, идут на госслужбу. Делягин отмечает, что средний класс – это не просто те, кто зарабатывают, это люди с гражданской позицией. Они добросовестные, они берут кредиты, они вовремя возвращают кредиты, они имеют нормальную квалификацию, если это не высшее образование. То есть это люди добросовестные и добропорядочные. Таких у нас немного. С начала 90-х годов их доля колебалась в размере 5-7%. Французские и маркетологи рассматривают средний класс только по уровню благопостояния, без психологической составляющей. Авторы исследований отмечают, что переход представителей среднего класса в госсектор из бизнеса для страны явление вредное. Это давление на бюджет. Вместо того, чтобы создавать новые товары и услуги и платить с этого налоги, люди, наоборот, становятся получателями бюджетных денег. Еще один негативный момент. Государство конкурирует с предпринимательским сектором, оттягивает трудовые ресурсы, а оно, по определению, менее эффективно, чем бизнес. Это ухудшает перспективы экономического роста в стране. А еще средний класс в России уменьшается не только за счет тех, кто переходит в более бедные категории. Кто-то вообще уезжает из страны, и, как показывает статистика, отток каждый год только увеличивается.